Вот это овес, вернее его плодовая оболочка. А вот такой шелуха стала после взрыва. Это небольшой лабораторный реактор. В нем обычная вода нагревается до нужной температуры. Пар насыщает оболочку зерен, которая после сильного давления разрушается. Из готовой массы делают строительные панели. Засыпаем внутрь пресс-формы прессуемое вещество. Это вот как раз коричневый порошочек. Все, зажимаем пресс-форму, вставляем плансон и давим. Ученые химфака технического вуза более 20 лет занимаются усовершенствованием этой технологии. И только сейчас они готовы приступить к массовому производству. При производстве не используется никаких связующих веществ, смол. Соответственно, клея нет никакого, ну, соответственно, и цена меньше будет. По примерным подсчетам, точного, конечно, сказать не можем. Процентов на 30 дешевле, чем обычный ДСП получается. Некоторые строительные предприятия нашего края уже заинтересовались этой новинкой. Хотя новинка это только для нас. Подобные панели из переработанных веток, соломы и прочих отходов сельского хозяйства давно используют в Канаде, Америке и Латвии. Вот на этих небольших образцах отчетливо видна шелуха семечек. Вот здесь скорлупа кедровых орешков. Но, по сути, для изготовления подобных строительных материалов использовать можно все, что угодно растительного происхождения. Например, скошенную траву, когда она подсохнет. Ну, или кукурузные кочерыжки. Самое главное, что это экологически чистый продукт. Технология, по которой сегодня на предприятиях изготавливают ДСП, небезопасна для здоровья человека, говорят ученые-химики. Там для склейки используют смолу, которая выделяет канцероген, вещество, способствующее возникновению злокачественных опухолей. Он фактически, вот эти вот смолы, они запрещены сейчас при изготовлении мебели в детских учреждениях, в школьных учреждениях и так далее. Практически доказано, что взрывной порошок, полученный на кафедре химической технологии, может стать хорошим удобрением для растений. А если его смешать с кормом, например, для коров, то у буренок немного увеличивается жирность молока. Но пока наши ученые намерены развивать строительную направленность, уже есть проект промышленной установки. Осталось найти инвесторов. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.